Всех приветствую! Я Елена, канал Дачный Креатив. Продолжаю тему ленивого сада. Даже при отсутствии времени или желании вполне возможно собственными силами создать так называемый ленивый сад, то есть сад легкого ухода. И в этой части о неприхотливых растениях, которые не требуют кропотливого ухода. Это и кустарники, и многолетние растения. Тема обширная, так что будет несколько частей. Садоводы с опытом вам справедливо скажут, что секрет успеха при выращивании любого растения это правильный выбор места и подготовки почвы, и подбирать лучше те виды и сорта растений, которым у вас наверняка будет хорошо, практичнее и проще не переделывать природу и высаживать растения с учетом особенностей именно вашего участка. И это в первую очередь, конечно, климатическая зона. Почва, тяжелая или легкая, влажная или сухая. Немаловажным является и уровень кислотности почвы, освещенность участка, защита от ветра и так далее. Выбирайте те растения, которые будут декоративны в течение всего сезона и не доставят вам хлопот, и только потом покупайте и высаживайте в своем саду. В идеале это должны быть растения, которые будут радовать своим светением или нарядной листвой, или яркими плодами с начала весны и до поздней осени, сменяя друг друга. И в этой части подробно о неприхотливых декоративных листопадных кустарников говорить буду о растениях, подходящих для средней полосы России с умеренно континентальным климатом, успешно растущих и у нас на даче, и не только. Считается, что территории средней полосы России соответствуют пятой зоне ворозостойкости и ниже. Ну и начиная с тех растений, которые радуют нас весной. В марте, в начале апреля начинают свисти вербы, лещина, орешник, ива. На них не буду подробно сейчас останавливаться, может быть как-нибудь в отдельном обзоре, особенно про иву. Хочу снять обзор. Начну с форзиции. Форзиция очень красивое растение, интенсивно покрывается ярко-желтыми цветками ранней весной. Может расти и как кустарник, и как деревца небольших размеров. Форзицию считают символом весны, поскольку она начинает свисти одной из первых, когда еще не совсем сошел снег. Бутоны на кустах появляются несколько раньше листьев, поэтому в период цветения кустарник похож на золотой шар. Высота может быть от 1 до 3 метров. Отдельные экземпляры достигают даже 4 метров. Ширина куста около 2 метров. Далее. Не могу пройти мимо спиреи. Спиреи серый. Это быстрорастущий кустарник. Иногда ее называют пепельной или серебристой из-за окраски ветвей листьев, на которых снизу образуется мягкий пушок, отливающий серебром. Ветки, не спадающие вниз, создают форму сферы, от чего растение выглядит пышно и привлекательно. Когда спирея цветет, она особенно бросается в глаза, потому что буквально от верхушки до низа усеяна небольшими цветками. За очень красивый белый наряд спирею в народе называют невестой. Ее цветки источают тонкий и приятный аромат. После цветения спирея тоже выглядит очень привлекательно, демонстрируя свои двухцветные листья. С внешней стороны они имеют серо-зеленый цвет, а с внутренней все тот же серо-зеленый, но немного светлее. И популярные сорта спиреи серый. Грефшеем, Грациоза и Аргутта. И также весеннецветущая спирея Вангутта обладает всеми плюсами, характерными для спиреи серый. В мае куст покрывается множеством белых шаровидных соцветий, по тяжестью которых ветки склоняются до самой земли. У сорта Голд Фонтейн есть еще одно достоинство золотисто-желтые листва, благодаря которой куст сохраняет высокую декоративность и после цветения, то есть в течение всего сезона. И конечно, как весной без сирени. Если у весны есть запах, то она пахнет сиренью. Красиво цветущий кустарник представлен огромным количеством видов, от карликовых метровых до кустов 10-метровой высоты. Пышные душистые соцветия могут быть и белого, и розового, и синего, и фиолетового, и бордового оттенка. Время сирени май, начало июня. Если есть возможность, обязательно посадите сирень красавицу Москвы. Это один из старейших и красивейших сортов. Он займет крупными плотными свечами нежно-розового цвета, которые меняют насыщенность окраски по мере распускания. Соцветия махровые. У нас такая есть, но она небольшая еще. Может быть, летом покажу ее получше. Еще интересный сорт сирени сенсация. Лавандовый с белой каймой соцветия производит неизгладимое впечатление. Эта сирень зацветает позже обычного, в конце мая, зато будет радовать вас яркими красками до середины июня. И еще предлагаю обратить внимание на сорт сирени Аокубофолия. Уникальный пестролистный сорт. Крупный прямостоящий кустарник высотой до 3 метров. Листья эффектной окраски с желтыми пятнами и полосами. У нас тоже Аокубофолия была. Покупали мы, как и красавицу Москвы, в Тимрязевской академии годовалыми привитыми маленькими прутиками. К сожалению, Аокубофолия у нас не перезимовала, не перенесла тогда суровой бесснежной зимы. Совсем не было снега зимой. Просто начали расти побеги из-под вой. Мы ее оставили, но уже пестролистных листиков у нас на ней нет. Сирени вообще не относятся к капризным кустарникам. Но у нас, к сожалению, Аокубофолия не перезимовала. Еще из весеннецветущих ароматных кустарников, конечно, чубушник или же осмин садовый. Один из самых ароматных кустарников. Наряду с сиренью чубушник. Один из лучших ароматов весны. В разгар цветения кусты покрывается облаком нежнейших белых цветов, источающих сладкий головокружительный аромат и земляники, и ананаса, и ванили. Зацветает чубушник под занавес весны. И если подобрать несколько сортов с разными сроками цветения, то можно растянуть период цветения до середины лета. Сортов много, перечислять сейчас не буду. Есть еще и желтолистный чубушник. У нас такой растет. Он декоративный не только весной, но и летом своей желтой золотистой листвой. И не лишним будет сказать о плодовых и ягодных деревьях и кустарниках, которые тоже цветут весной. И практически у всех есть декоративные сорта. И яблони, и сливы, и вишни, и смородина радуют не только плодами, но и красивым цветением. Декоративной листвой и формы и кроны. Много штамбовых и полокучих форм. У нас из декоративных плодовых растет красивая краснолистная яблоня. Также к весеннецветущему относятся и декоративно-лиственные барбарисы. Они также цветут весной. Неприхотливы, морозоустойчивы. Декоративный круглый год, в том числе и зимой. Своими красными ягодами на фоне снега. Барбарисов также много и видов, и сортов. Барбарисы обыкновенные. Все они колючие кустарники. У обыкновенного барбариса кустарник высотой до 3 метров, с листьями до 4 сантиметров длиной. Цветут в мае, июне желтыми цветками в кистях до 6 сантиметров длиной. Плоды также красные, как у всех барбарисов. Созревают в сентябре и остаются на кустах до весны. Сорта есть и золотистые, и пурпурно-листные, и пестролистные. Прекрасно стрижется, подходит для живых изгородей. Барбарис оттавский. У нас оттавский есть, я его тоже показывала. Красивый большой кустарник. Также колючий. Высота и диаметр около 2 метров. Листья красивые, крупные. Пурпурный, с сизым отливом. Желтые цветки в длинных соцветиях. Цветет в мае. Очень красиво цветет барбарис оттавский. Я тоже показывала. У него достаточно крупные соцветия, свисающие. Алые ягоды сохраняются на ветках также всю зиму. Хорошо растет и на солнце, и в полутени. Очень нетребователен. Из него получит идеальная живая изгородь. Прекрасно, кстати говоря, все барбарисы размножаются семенами. Правда, не всегда повторяют сортовые признаки, но для живой изгороди, возможно, это не принципиально. Можно посеять поздней осенью ягодки барбариса. Просто в землю на даче, в грунт. И весной у вас они взойдут в щетку, и будет очень много маленьких барбарисов. Растут они быстро достаточно. И барбарисы тумберга. Все то же самое, что я говорила про обыкновенные оттавские, относятся и к тумберга. Но у тумберга намного больше разновидностей и сортов. У средних высота 1,5-2 метра. Сорта есть и с желтыми листьями, и с зелеными, и с красными, и с вариегатными, и с листьями красными, с желтой каймой. В общем, очень много сортов. Цветет также весной, в мае. И также красные ягодки держатся на кустах всю зиму. Красиво очень смотрятся зимой на фоне снега. Также растет и на солнце, и в полутени. Крайне неприхотлив и засухоустойчив. Существует множество сортов, как я уже сказала. Красивые краснолистные атропурпуре, 1,5 метра, высотой с роскошными пурпурными листьями. Также есть крошечные атропурпуре нано. Маленькие барбарисы до 60 см. Высоту богатель или богатели, высотой до 40 см. С более красными листьями. Желтолистные ауре. Есть барбарисы с поникающими побегами. Есть колоновидные, есть с прямо растущими побегами. Очень много сортов. Я по барбарисам именно по карликовым сортам. Снимала недавно обзор. Без барбарисов в саду просто никак. Это просто палочки-выручалочки. И в миксбордерах, и в живых изгородях, низких или высоких, и в ракариях, и в каменистых садах. Например, карликовые барбарисы прекрасно сочетаются с другими листопадными кустарниками. Например, лохом серебристым или желтористыми спиреями. И прекрасно сочетаются также и с хвойными растениями. В общем, великолепное растение. Далее бузина. Про бузину тоже я недавно снимала. Немного буквально скажу, просто чтобы здесь упомянуть в теме растений для ленивого сада. Бузина черная и бузина кистистая красная. Обычная казалась бы бузина, но есть очень красивые сорта. Цветет в июне-июле белыми мелкими душистыми цветками в крупных щитковидных соцветиях до 25 см в диаметре. Растет быстро к почве нетребовательно. Тени декоративно-лиственные сорта зеленеют, например, желтолистные или краснолистные. С разной формой листьев есть. С очень рассеченными и красивыми ажурными листьями. К концу лета созревают ягодки у черной. Черного цвета, красного и красного. Также показывал все сорта бузины, которые растут у нас в саду. У нас три сорта бузины. И также ссылка будет в описании к видео. По поводу бузины немножечко еще небольшая ремарка. Из нашего опыта, когда я покупала, то в описании к бузине есть информация о том, что она не очень хорошо зимует. Но по нашему опыту она прекрасно зимует. Это учитывая, что у нас низкий холодный и влажный участок окружен лесом и рекой. И при этом прекрасно она у нас зимует. Единственная рекомендация, о которой не могу не сказать, это выбор места для посадки. Не советую высаживать любую бузину, а даже ту, которая не вырастает более полутора метров, если такие, высаживать в миксбордер. Потому что очень быстро растет и у бузины сильно развитая корневая система. Поэтому она будет глушить растения, которые рядом растут. Нужно будет ее часто стричь. Так что она лучше подходит для акцентных посадок на газоне и живых изгородей. И конечно, какой сад сейчас обходится без гортензии. Гортензии сейчас много и сортов и видов. И гортензии прекрасно растут у нас без укрытия. Все гортензии благолюбивы. Влажная должна быть не только почва, но и воздух. Гортензии древовидные. Есть метельчатые, есть крупнолистные. Древовидные прекрасно растут и прекрасно зимуют и не требуют особенного ухода. Гортензии метельчатые также неприхотливы. Крупнолистные, к сожалению, у нас не зимуют без укрытия. Но многие из садоводов все равно выращивают у себя на участках. Просто на зиму ее необходимо пригибать и укрывать. Она цветет на побегах прошлого года. И теперь дюрины белые, тоже очень красивое растение, неприхотливое, сортов много, чудесные, морозостойкие, быстрорастущий большой кустарник, достигающий 3 метров в высоту и в диаметре, переносит любую почву, в том числе и даже замокающую, хорошо растет и на солнце, и в тени, хорошо стрижется у всех дюринов белых. Красные молодые побеги, поэтому желательно весной их стричь на половину или на треть, чтобы молодых побегов стало больше и дюрин был более декоративен. Очень хороши сорта Ауреа с полностью желтыми листьями, Элегантисима с бело-зелеными листьями с широкой белой каймой. Сибирика у этого сорта самые красные побеги по сравнению с другими сортами дюрина. Дюрин Шпетти с желтым зелеными листьями, то есть зеленый лист с желтой каймой. Дюрины цветут щитковидными белыми соцветиями, на самом деле цветение невзрачное, осенью на них образуются белые или голубоватые ягоды. Декоративно дюрины именно листвой. И немного скажу о калине. Калина обыкновенная, все мы ее любим и знаем. И красиво цветет, и красивые ягоды, и полезные к тому же ягоды. Но самые декоративные из сортов калина, это калина бульденеш, снежный шар, деревце или куст, 3-4 метра в высоту. Цветы только стерильные, собранные в крупные шаровидные соцветия, очень красивые, поникающие. Сначала зеленоватые, потом снежно-белые. Цветет в мае-июне, около 20 дней. Очень красивый кустарник, тоже планирую снять обзор именно про калину бульденеш. И как без спиреи японской. Летняя цветущая, тоже недавно снимала обзор спиреи японских. Сейчас скажу очень коротко. Очень много сортов, с разной окраской листьев, разной высоты. Цветутся японские спиреи розовыми, щитковидными, солнечными соцветиями, очень красивыми. Цветения также длительные. При обрезке после первой волны цветений зацветают осенью повторно. Очень декоративный кустарник, тоже, кстати говоря, как и барбарисы. Прекрасно размножается самосевом или посевом семян осенью. Конечно, семенам нужна, как и барбарису, стратификация. Далее, пузыреплодник айнолистный. Тоже останавливаюсь очень коротко. Сортов также очень много. Очень востребованным является пузыреплодник айнолистный дьявола. Прекрасно из этого кустарника получаются живые изгороди. Но у него есть не менее интересные и эффектные родственники. Много сортов, как я уже сказала. И с зелеными, и с желтыми листьями, и с пурпурными разных оттенков. И немного отличающихся формой и размером листьев. Кустарники высокие, до 3 метров. Прекрасно переносит стрижку. Красиво цветут. Но есть и низкорослые сорта. Тоже снимала недавно обзор именно по низкорослым сортам. Ссылка будет в описании к видео. Низкорослые сорта прекрасно можно посадить в миксбордере, в ракаре и так далее. И лох серебристый, конечно. Тоже не могу про него не сказать. Очень красивое растение. Небольшой деревце или кустарник. К побеге покрыто золотистыми чешуйками. Имеет густую, продолговатую и цветную блестящую серебристую листву длиной до 10 см, что придает особую декоративность, кроме растения. Плоды шаровидные, серебристые костянки. Так же, как и у дюрина, они представляют особой декоративности. Листья блестят серебром на солнце и после дождя. Единственная рекомендация высаживать сразу с ограничением, например, в большое ведро, чтобы корневая поросль не разбежалась по участку. При посадке группы на газоне или в сочетании с краснолистыми барбарисами просто шикарно смотрится. Тоже все это я показывала, как это у нас смотрится на участке. И, конечно, еще есть лох ускористный. Тоже достоин внимания. Кустарник с пепельными узкими листьями, похожим на облепиху, тоже очень красивый. И, конечно, очень много сортов и видов ивы. Про ивы, как я уже сказала, буду делать отдельный обзор попозже. По неприхотливости и декоративности не уступают всем вышеперечисленным растениям. Сейчас я сказала именно о тех растениях, которые проверены и растут у нас в саду или у моих знакомых. Ничего не сказала я про вейгелу. Они каприсные, росли у нас долго. Долгое время обмерзали. Так что к растениям для ленивого и неприхотливого сада к сожалению, я вейгелы отнести не могу. Но, внимание, они, конечно, достойны своим красивым цветением, разными по окраске листьями и так далее. Сортов тоже много. И на этом, наверное, заканчиваю. На сегодня про растения для ленивого сада. И в заключение напоминаю, что при выборе растений необходимо учитывать в первую очередь показатели морозостойкости и зимостойкости. Морозостойкость и зимостойкость – это не одно и то же. Морозостойкость – термин, характеризующий способность растения переносить крайне низкой температуры зимой. То есть морозостойкость растения определяется самой низкой температурой, которую она может пережить зимой без дополнительного укрытия и утепления. А зимостойкость – это способность растения противостоять неблагоприятным температурам и иным условиям окружающей среды. Например, сильные ветра и краткосрочные весенние морозы. И если стабильный 20-градусный мороз или даже ниже растение выдерживает легко даже без укрытия, то резкие температурные скачки от минус 10 до плюсов и обратно для многих из них могут оказаться губительными. Так у нас погибла от весенних заморозков ива, шакуру нишики на штамбе. Очень жалко, но будем пробовать еще ее у себя вырастить в саду, уже учитывая вот эти особенности. В следующей части будет обзор уже хвойных растений, прекрасно вписывающиеся в концепцию линевого сада, неприхотливые и морозоустойчивые. Всем большое спасибо, до новых видео, пока!